Также будет возможность поучаствовать, но прежде всего послушать нашу панельную дискуссию «Не соврёшь, не расскажешь. Границы допустимого при переводе с научного на человеческий». Я представляю Алексея Семихатова, модератора нашей дискуссии. Здравствуйте, спасибо. Мы начинаем. Я надеюсь, у всех сегодня был плодотворный день и что-то за сегодня удалось сделать, потому что то, что будет сейчас, мы, собственно, хотим обсудить невозможность и невыполнимость нашей основной задачи. То есть мы хотим продемонстрировать Петру Талантову, если угодно, что то, чего он продвигает, это оксюморон, вещь, которая не может существовать. Значит, наука по определению требует специализации, углубления и до некоторой степени элитарно, а популяризация по определению это то, что адресовано, ну, более-менее всем и каждому. Эти две вещи очевидно несовместимы, и вся прелесть нашей задачи состоит в том, что мы решаем то, чего, пытаемся сделать то, чего сделать невозможно. У нас гости, которые согласились обсудить эту невозможную тему. Я перечисляю их в порядке, близком к алфавиту, только я не понимаю по именам или по фамилиям. Главный редактор издательского дома «Постнаука» Андрей Бабицкий. Здравствуйте. Руководитель группы по формированию информационной политики Фонда перспективных исследований. Ни одного глагола. Нет, формирование. Это тоже существительное. Елена Когтева. Здравствуйте. Большое спасибо. Дальше совсем просто. Молекулярный биолог, профессор университета Радгерса Исколовского института науки и технологий Константин Северинов. Натуралист. Запятая. Автор и ведущая видеоблога «Все как у зверей» Евгения Тимонова. Здравствуйте. Дальше все крайне серьезно. Заместитель директора. Института теоретической физики имени Ландау. Член рабочей группы корпуса экспертов по естественным наукам Михаил Фигельман. Здравствуйте. Главный редактор издания «Биомолекула» старшего сотрудника института биорганической химии Антон Чагунов. Здравствуйте. Спасибо. И ваш покорный слуга Алексей Семехатов. Значит, смотрите. У нас у всех есть... У нас есть микрофоны? Значит, я призываю вас им пользоваться, потому что смысл того, что происходит, в том, что вы говорили. Значит, мы сразу поделимся на два лагеря для того, чтобы публике было легче следить, кто есть кто. Ученые среди вас, которые брюзжат по поводу того, что делают популяризаторы, как они огрубляют, как невыносимо до неправильного доносят они то, что они считают идеями. Можете поднять руки. Спасибо. Мы не сомневались. И популяризаторы среди вас, которые возмущены вот этими фриками, требующими, чтобы каждая запятая, каждое было соблюдено и портящими любое маломальски доступное высказывание, делающее его недоступным. Есть такие? Я не могу сказать. То есть никого нету, можно расходиться, у нас нет конфликта, нам совершенно обсуждать решительно нечего. А говорите, вы микрофон говорите, да? Я победил. Спасибо. Огласите весь список, может быть, побольше ролей, чем только две? Нет, 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 две главные роли. Значит, ну может быть мы выберем кого-то, в конце концов выберем кого-то на такую примирительную роль, как обычно, компромиссом, правда, бывает, как правило, недовольна ни одна сторона. Значит, давайте все-таки прокомментируем, ну, например, вот в произвольном порядке такой тезис. Наука это такое эзотерическое знание по определению не допускает упрощений. Наука, наука, точное научное высказывание не может быть упрощено. Я не прошу больше поднимать руки, я прошу, начиная с Андрея. Ну, вообще-то неупрощаемый. Да, да. По этому поводу высказаться, но вас уже опередили. Ну да, мне казалось, что категория неупрощаемой сложности это из арсенала креационистов, так что не знаю, что мы будем дальше обсуждать. Константин. Наука не... Научное высказывание, из которого убрано все лишнее. Помните эту теорему о том, что любую программу можно написать на одну строчку короче? Вот когда она уже написана, научное высказывание сделанное так, что из него уже больше ничего не убавить, его больше упрощать нельзя. А тут приходят популяризаторы, не будем показывать пальцами, которые говорят, не-не-не-не-не, нам надо попроще. И попроще для них будет означать неправильно. Но все же еще хуже, ведь мысль высказанная есть ложь. А мысль так? Он уже был сенатор, его звали Патт Монихан. И он тоже хорошо очень использовал слова, но он был чуть более такой, что ли, образованный. У него была фраза, которая переводится следующим образом, что они имеют право на мнение, но они не имеют право на факты. Вот. И проблема вот в чем, что даже ученые, которые занимаются... Мы не расслышали. Имеют право на мнение, но не имеют право... Они, но имеется в виду люди, будь то, как рецепт, ну, некая lay public, да, то есть, ну, люди обычные, да, они имеют право на мнение, но не имеют право на факты. В принципе, это утверждение верно. Проблема только в том, что большинство современных ученых тоже не имеют право на факты, или вернее не знают, в чем факты заключаются. Большинство ученых не знает, в чем заключаются факты. Ну, факты их конкретной работы. То есть, ну, просто если посмотреть про то, что происходит, иначе бы наука была бы очень скучной. Мы все смотрим на какие-то вещи по-разному. Есть постоянные какие-то мнения, есть какие-то retractions, меняются парадигмы. И это такая своя жизнь. Она такой хаос, в результате которого факты все-таки как-то выкристаллизовываются. И проблема, в моем понимании, проблема популяризаторов в том, что они пытаются представлять науку как новости. Да. И поэтому вы как бы с пылу с жару рассказываете о том, что вы считаете факты. Ну, просто потому что какой-то ученый сказал, что это так, или это было опубликовано в журнале Nature, или еще каком-нибудь журнале. И вы не можете даже и в сущности понять, что это не факт. А вы это продаете уже кому-то, и пытаясь это в такую какую-то оболочку научности завернуть, просто на самом деле пудрите людям мозги ничуть не хуже, чем со всеми другими. Объясните мне, а с вашей точки зрения это не факты, а что? Процесс? Процесс. Это процесс. То есть, на мой взгляд, для того, чтобы воспринимать процесс, ну, во-первых, есть метод научный, да, ему, наверное, очень, его, или критическое мышление как таковое, наверное, очень важно в целом, чтобы люди понимали, что это такое. Кроме того, рассказывать людям о, не потому что они глупые, они просто необразованные, рассказывать людям о последних фактах, фактах в кавычках, с передового края той или другой науки, бессмысленно, если большинство людей, наверное, не очень хорошо воспринимают, не очень глубоко воспринимают, в общем-то, школьную программу. Кость, вы сделаете, кстати, вы делаете два взаимоисключающих, разумеется, взаимоисключающих высказывания, да, слава богу, вот, иначе бы вы никогда не победили уже в самом первом раунде. Смотрите, вы говорите, что публику нужно воблечь в процесс, ну, то есть превратить их в ученых, что невозможно, а с другой стороны, вы же говорите вещь прямо эта отрицающая, вот ваши последние слова. Ну, так, собственно, в этом и есть конфликт, очевидно совершенно, что популяризация науки существует, и она полезна, и, наверное, нужно ее каким-то образом стратифицировать, и для детишек делать одно, для взрослых, япи, которые интересуются или хипи чем-то другое, она просто должна быть разной. Я могу зафиксировать, пока, то, что вы говорите сейчас, наука, это процесс, ее нужно подавать не как набор фактов, тем более, там, вот, суперсенсационных, а как процесс, и рассказывать об этом процессе, то есть, всех делать немножечко, это я так продолжаю, в отрицательной области ваши высказывания, всех делать немножечко учеными, что, конечно, невозможно. Но для этого нужно еще, чтобы был постоянный какой-то такой мотив, собственно, образования в самых базовых вещах. Я работаю с политехническим музеем, людьми, которые там занимаются разделом музея под названием «Жизнь». Это очень умные, очень образованные в своей области люди. Я на какой-то стадии просто понял, например, что они не знают, что такое ген. Они просто действительно не знали, что ген – это не один нуклеотид ДНК, и даже не два, а протяженный некий участок. То есть, степень непонимания самых базовых основ, ну, того, что составляет канон современной науки, ну, например, в случае Life Sciences, науки о жизни, такой, что большинство ученых даже не может себе представить, что это так, что не мешает людям использовать слова, популяризаторам или их аудитории, жонглировать ими и создавать из них предложения. А потом думать, что создаются при этом смыслы. А смысла там, к сожалению, часто нету. И фактов нету. Я призываю всех участников не дожидаться своей так называемой очереди, но тем менее сейчас хочу зафиксировать эти два важные положения. Первое – наука – это процесс. И второе – нужны, а вот факты нужны базовые. И нужно базовое. Прямо говорить, начинаете? Прямо говорить, никого не спрашивая. Слышно, да? Тут я выступлю, наверное, немножечко из другого лагеря. Я не вполне популяризатор науки, я, скажем так, пиарщик в околонаучной сфере. Когда мы… А кого вы пиарите? Вы пиарите в хорошем смысле? Я всегда только в хорошем. А кого? Я за все хорошее против плохого. Вы пиарите ученых? Да. Ну, не только ученых. Разработки в основном, да, мы рассказываем. Факты? Сенсационные, сенсационные, сенсационные факты? Нет, сенсационными они уже становятся, когда они как журналисты начинают писать. На нашем этапе нет. Так вот, когда мы начинаем какую-то коммуникацию, да, с людьми, с нашими, не побоюсь этого слова, целевыми аудиториями, у нас обычно есть какая-то цель. Мы о чем-то хотим с какой-то целью рассказать. И, естественно, мы не можем не думать о том, что мы говорим на одном языке, да, обладаем определенным количеством информации об объекте, о котором хотим поведать, да. А те люди на том краю вот этой нашей цепочки, они, может быть, обладают абсолютно другой картиной мира. У них совершенно другая парадигма вообще. И нам необходимо за эту их другую картину мира как-то зацепиться, чтобы они, в принципе, нас услышали в том информационном потоке, нас выделили, в котором они каждый день живут, читая, слушая, смотря огромное количество всего. То есть нам нужно, чтобы они хотя бы немножечко свое внимание нам уделили. Именно... Ой, у вас упало. Вот. И именно поэтому мы занимаемся тем, что мы немного переводим вот с языка ученых, да, на язык тех людей, которые, может быть, там, и со средним образованием у них не очень, да, и с понятийным аппаратом у них не очень, и с русским... И с начальным образованием не всегда хорошо, да. Да, но, может быть, знаете, может быть, они увидят по телевизору передачу про что-то там такое интересное. Вы, кстати, не можете молчать, потому что вы просто говорите все то, что он ненавидит. Все то, что он ненавидит. Так у вас же у самих с понятийным аппаратом не очень. Вот в чем ужас. Понимаете, вы вот здесь сидит представитель постнауки, но в моем понимании это разумная система, потому что ученые говорят сами. В принципе, не нужны ученым переводчики. Но если только это не вот как... Как зовут эту, который из Cerebral Palsy, космолог? Хокинг. Хокинг, да. Вот ему нужен переводчик механический. Но, в принципе, не надо недооценивать публику. Конечно же, люди могут понять, и ученый может объяснить. Вот эта прослойка людей, которые, оказывается, переводят вот с этого научного на нормальный, да, человеческий, это вообще удивительная совершенно вещь, которая, на мой взгляд, просто не нужна. Ну, смотрите, если она не нужна лично вам, это не значит, что она не нужна в целом. Потому что, кроме вас, есть огромное количество людей, которым, как оказывается, да, то есть, если какое-то явление существует, значит, оно все-таки имеет право на это. Почему-то оно появилось и не заканчивается. Если публика это покупает, то мы будем им это показывать. Если публика смор... Вы говорите следующее. Если публика смотрит про плоскую и квадратную землю, то мы, блин, будем им это показывать. И это говорится в этих стенах. Нет, если мы не научимся говорить про круглую Землю каким-то интересным способом, то это будут говорить люди, которые умеют, владеют интересными способами, но, скорее всего, они будут говорить о том, что Земля плоская. В чем дело-то? И? И поэтому нам необходимо, понимаете, популяризация должна быть популярной. Первое, что ее просто обязанность. Слово популярная в данном случае что означает? В данном случае популярная означает какая? Массовая? Да. Доступная всем вульгарная. А я слышу, вульгарная. А я слышу ваши слова так. Нужно быть вульгарным, и тогда я вытесню других вульгарных. Давайте вспомним о том, что такое. Давайте вспомним, как переводится слово вульгарный, переводится обыкновенный и вспомним Каана, одного восточного мудреца. Стань обыкновенным. Популяризаторы становятся обыкновенными. Это прекрасно. Спасибо. Господин модератор, можно я все-таки по делу скажу? Наконец-то, давно пора. Давно пора. Давно пора. Я предлагаю всем остальным вообще уйти и оставить нас с Михаилом, и мы, собственно, все и дообсудим. Вы оцениваете уходи на положение. Вы оцениваете. Значит, во-первых, я бы хотел напомнить базовые понятия. Например, на всякий случай это надо напомнить. Например, наука вообще-то существует для того, по крайней мере, естественная, для того, чтобы выяснять, как в действительности устроена природа, что в ней на самом деле происходит. То есть, люди, которые ею занимаются, вообще, так говоря, думают, по крайней мере, пока они еще молодые, что они хотят узнать, как устроено на самом деле. А в этом смысле граждане, которые наукой профессионально не занимаются, но тоже хотят узнать что-то про то, как же оно устроено на самом деле, совершенно не находится ни в каком антагонистическом противоречии с ученой публикой. В этом смысле противопоставление, которое нам было задано вот тут вот на этом листочке для дискуссии, я лично считаю просто бессмысленно. Нет такого противопоставления. Есть другое... А какой есть? А я скажу. Есть другое противопоставление. И в области... И среди людей, которые профессионально занимаются наукой и за это деньги получают. И среди людей, которые занимаются профессиональной журналистикой и в том числе научной журналистикой. Есть противопоставление между теми, кто хочет узнать, как на самом деле и рассказать об этом другим как она устроена на самом деле и они против противопоставлены тем кто просто так или иначе зашибает бабки и делают это более или менее успешно и часто успешнее чем те кто занимаются поисками изменить меня за выражение истины разница происходит вот здесь если вы хотите рассказать не научным работникам а просто людям все-таки я скажу хотя бы немножко образованным про совсем необразованных я ничего не понимаю но вы хотите рассказать что-то про какой-нибудь кусок например физики что мне ближе то вообще-то вы с этим справитесь как-то в той или иной степени если вы этого честно хотите это возможно или здесь идет не про можно ли упрощать конечно не упрощать необходимо без этого не расскажешь а вот чего категорически нельзя так это врать и выдавать черное за белое или за зеленое а это мы наблюдаем к сожалению довольно часто потому что ложь продается лучше чем правда и вот с этим у нас проблема то все на самом деле нужно уметь понимать где как на самом деле и потом понимать как про это честно рассказать я спасибо я слышу вас я не перебиваю но просто хочу зафиксировать что я услышал что проблема в том что нужно чтобы все поняли как она на самом деле устроена а парадокс состоит в том что они черт возьми хотят узнать как на самом деле устроены с одной стороны алексей в вашей попытке меня переформулировать довольно неудачно хорошо но тем не менее я продолжу смотреть но проблема в том что с точки зрения леймена наука странно устроено одни ученые говорят одно другие немножко другое точно ничего не известно масса неизвестно на массу вопросов вообще нет никаких ответов кто же несет собственно я спрашиваю вас они переформулируют если можно вот тот критерий того что все так на самом деле устроен это кто решает для публики вы если речь идет о том о текущей научной дискуссии которая происходит вот там месяц назад или даже год назад то нет никого кто бумаг с достоверностью на эту тему высказаться поэтому продолжая мысли константина я хочу сказать что увлечение подачи горячих пирожков на эту тему занятия на мой взгляд довольно бессмысленная как потому что я продолжил деньги придут я окей это фото вторая часть по полу которая высказался деньги приносит при этом людям голову морочит то что на самом деле надо иметь ввиду вот про физику я могу сказать точно что все то что сейчас делается физики основана на некоторых достижениях 20 30 наконец 50 летнего назад периода это не вошло за 50 лет гарантирую ни в один базовый курс в университетах университетского образования по физике я не говорю о других специальностях в базовые курсы физфаков это не вошло и после этого за 50 лет и после этого имеется ввиду что можно что-то такое на самом деле объяснить о том что происходит на переднем краю можно сымитировать попытку это объяснить а нужно было на самом-то деле систематически и старательно объяснять вот то что произошло за эти полвека не в деталях конечно не так как учат узких специалистов но объяснять основные базовые идеи это вполне можно делать если бы это кому было интересно спасибо михаил я так тихонечко хочу установить с вами взаимопонимание вы говорите примерно следующее нужно популяризацию превратить в такой спокойненький мягенький такой учебник можно я попытаюсь сказать что имела силу всем бы все рассказывали да спасибо нет можно я свою версию поскольку я очень благодарна михаилу за то что было сказано и даже смело бы наверное отнести это на свой счет поскольку все как у зверей изначально задумывалась как программа которая популяризирует не науку а знания о животных о биологии и нашей программе никогда нет новостей все что мы рассказываем мы рассказываем базируясь только на достаточно проверенных может быть даже где-то иногда теряющих актуальность теориях но тем не менее которые жили были оценены были взвешены учтены и вот в таком в таком виде существует в научном легитимном поле я вас слышу нет новостей а есть рассказ о базе сном мира взгляде системном взгляде на область науки при этом я всего лишь один из сегментов действительно популяризация это многоуровневое многокластерное явление то есть я это вот достаточно невысокий уровень вот этой трофической пирамиды то есть я готовлю аудиторию для популяризации более высокого порядка что вы примеряете господ севериного и вегельмана нет но это да я тоже за меня тоже заметил да спасибо но если даже это происходит то это какой-то приятный сайт эффект от того что я говорю но вообще мне просто очень а потому что мне тоже очень не понравилось сама сама заявление темы потому что если для вас вопрос стоит не собрешь не продаж то вам извините на награждение премии врал это было пару недель назад проблема да то есть это это совсем совсем другого другого уровня проблема вопросы корректного упрощения уместности этого вопросы конфликтов между ну то что сказал константин совершенно совершенно справедливо потому что вы выдаете каким-то образом переработанную информацию о открытии которые еще но это вот это анекдот про ученый изнасиловал журналиста по сути то есть это действительно возмутительный факт я не знаю будем потом расскажут все знают все вам потом расскажут вот действительно едва ли стоит ну вульгаризировать пользуясь вашим же словом передовой край науки которые ну то есть настоящие ученые люди крайне растерянны они не уверены ни в чем да как только ученый начинает что-то бить каким-то ботинком по кафедре исключая случай когда он возмущен вульгарной популяризации ну значит значит он не ученый значит он учета не понимает и вот когда стоят вот эти вот растерянные ученые заглядывают за край познаваемого это приходит бравый журналист популяризатор редактора научного канала чего-то еще и ну и вот и вот так вот шашкой конечно это очень приятно то есть вы согласны со всеми только вот вы елену отрезаете от этого процесса нет нет что я не могу конфликтовать ни с кем в данном случае потому что все все говорят совершенно здравые вещи а можно я извините вот как раз клинились насчет того что здесь мы пока все обсуждаем говоря об очень ограниченном количестве субъектов всех этих процессов у нас есть ученые который сидит в башенке и слоновой кости и является безусловным добром есть у нас некая нет но у него лаборатория он работает а вот есть пресса да те самые популяризаторы так далее которые извращают все то что он делает и есть соответственно народ который так не образован да и тут ему еще и что-то впаривают под видом науки да какие-то сенсации на самом деле все сложнее есть институты в смысле не института ран да есть университеты где существует лаборатория они могут узнать о чем то что существует какая-то возможность для них получить например грант да или получить возможность там под свое исследование сделать более там богатую оборудованную лабораторию да ему а нужна информация о том что вообще происходит да какие есть акторы субъекты в научном мире откуда им брать эту информацию да не только об открытиях об открытиях там бог с ними дал как как-то люди узнают когда что-то происходит я просто проснулся я просто прослушал это кому нужно кто хочет узнать про речь автора в научном мире научного сообщества ученые не только ученые да есть там лаборатория в которых есть аспиранты студент и так далее может быть они стоят на пороге я думаю что они годятся в определении ученых в широком смысле да вот и откуда им узнавать о новых для себя возможностей как бы из каких-то писем которых которым рассылает фоно именно оборонауки ну как не очень было бы хорошо все-таки иметь насыщенное информационное поле в котором есть не только новости на первом канале с одной стороны и официальный вестник минобр науки с другой стороны да хорошо бы все таки это поле было разнородным было бы возможность узнавать и про гранты и про конкурсы а как про них узнавать если нет для этого канала для распространения этой информации да эти каналы это тоже как бы и сми и популяризаторы и подождите это уже это уже совсем путание холодного с мягким то есть действительно должны быть организации которые сообщают ну или средства которые сообщают правильную актуальную информацию об источниках финансирования потому что финансирование необходимо с другой стороны считать что ученые сами этого значит в россии есть проблема мы как научная держава составляем меньше одного процента ну мировой науки для сравнения америка приблизительно 30 процентов ну просто по выхлопу мы по деньгам по деньгам еще хуже вот при этом к сожалению даже эта наука наша очень неоднородно потому что на уровне буквально нескольких сот человек или лабораторий которые ведут исследования на мировом уровне которые встроены полностью западную систему и не нуждаются ни в каких услугах по сообщению информации от фоно или откуда бы то ни было еще кто чем занимается и где можно денег получить есть некоторое количество ну вот знаете все время рассказывают что в африке так здорово получилось что никогда им не нужны были телефоны прокладывать сети потому что они прямо вот совсем без телефонов попали в сотовый мир вот вот здесь у нас тоже действительно есть довольно большое количество ну ученых но не очень понятно как их считать учеными они не вносят реального вклада по-видимому в то что вот михаил назвал познанием природы они ученые по статусу они возможно пишут отчеты они выполняют какие-то требования фоно и заполняют вот этих все бумажки для них действительно крайне необходимо вот это все просто для того чтобы ну быть на плаву на самом-то деле и продолжать генерировать шум то есть то что вы привели она она делает по моему всю ситуацию еще хуже а я немножко не договорила то есть вы предлагаете переводить с научного не на человеческие на административные необходимость необходимость ничуть не меньше вот для ученых с другой стороны почему вы на почему вы нас считаете такими идиотами подождите ученые я конечно понимаю вы сказали что он сидит оказывается в маленькой башенке из слоновой кости но это очень это очень неправильное представление об ученых он не там сидит или она потому что конечно же есть еще и ученые женского пола да и уверяю вас никогда не забывайте про политкорректность да и уверяю вас что представление о том что это вот такой конь яйцеголовый которому кто-то должен за ручку отвезти и показать что нужно там сделать а иначе он просто в лес уйдет и потеряется там этого нету честное слово уверяю вас ситуация скорее обратно можно я просто закончу то о чем начала говорить смотрите тут ведь как тех письмах официальных административных документах которые получают возьмем пример да какой-то пример всегда понятнее есть некие ребята в университете до аспиранты студенты они например пишут программное обеспечение вот им хочется поучаться в чем-то да попробовать куда-то все это предложить чтобы там выйти на какой-то уровень своим программным продуктом извините за слово продукт я понимаю что кого-то может оскорбить но все же все же и например и в их вуз приходит некая разнарядка о том что вот есть конкурс по созданию программного обеспечения для робототехнической платформы с такими такими характеристиками секретарь или кто там получает это все в университете с этим документом работает согласно порядку работы с документами никуда он не попадает ребят об этом не узнают потом они например слышат в программе вечерний ургант про то что у нас создают российского робота и он будет там работать на складе вот это наш кейс просто реальный после этого заявки начнет сыпаться от отличнейших ребят у которых действительно замечательные уже какая то есть научная история для куни все из них там маленькие 17-летние гении кто-то кому-то из них уже достаточно лет и они уже защитились и так далее вот они объединяются в команды и действительно делают замечательные вещи потом получают шанс действительно получить финансирование я все пытался вас перебить потому что мне сейчас скажу почему это было неправильно почему нет почему я рад что я дослушал ну почти потому что мне казалось что мы стали обсуждать внутри то что происходит внутри профессионального сообщества а вы говорите парадоксальную парадоксальную удивительную вещь что для коммуникации внутри профессионального сообщества недостаточно они должны выходить наружу вечерний ургант и возвращаться в профессиональное сообщество это совершенно точно так это точно внутри сообщества очень плохого качества господа я все-таки это извиняюсь я прокомментирую все же я своей властью ведущего прошу прежде чем мы разойдемся дать высказаться двум до сих пор молчавшим наш я просто хотел сказать что что мне кажется у нас большая проблема с популяризацией маркетингом людей которые дают видимо гранты если верить елене и что может быть популяризовать над этих людей и может быть их поменять и тогда они будут маркетировать свои гранты без урганта но это значит не вопрос популяризации а если вернуться к популяризации к теме нашего разговора не собрешь не расскажешь что тема это можно считать закрытой потому что значит ученые которые здесь сидят сто из ста согласились тем что нет никакой нет никакой глубокой философской проблемы с тем что научное знание в пересказе неизбежно становится ущербным что в принципе ученые способны этим заниматься есть люди которым это интересно и соответственно по крайней мере глубокой философской проблемы у нас нет в этом ученые это не ко мне вопрос и константин и михаил скале что нет что нет никакой проблемы нет ничего такого научного да да что сам момент передачи научного знания не любое знание так передается как бы с маленькими потерями даже даже геном бактерий без потерь не передается как бы ну то есть как бы вообще информация а ведь иногда передается и с приобретениями да 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 вот и это вообще-то очень хорошая новость потому что в принципе ученые могли бы выйти и сказать ну простите это же ученые любят ну математики особенно любят знаете моя работа может понять три человека бывает же и такое и так вы говорите ученые зайки по крайней мере здесь присутствующие они на все заранее согласны и прекрасно понимают что нет нет хорошая новость состоит в том что эта передаваемость является свойством научного знания а не ученых мы договорились что она передаваема она передаваема ученые согласны да отлично вспоминается вспоминается эпизод из фильма 33 старого фильма семья согласна да дальше значит возникает много практических проблем ну давайте две две одна начинается в том что вульгаризация вот по-французски например вульгаризация значит просто популяризация науки но значит одна из проблем состоит в том что это значит потеря информации при передаче если бы она была реальна она бы начиналась на уровне просто высокого цитирования если твою статью процитировали не 20 раз а 150 то с неизбежностью процитировали люди которые не очень поняли из свежих областей просто не читали да или не читали или или это ну может быть это не начинается не после ста после тысячи но точно в какой-то момент начинается у меня был маленький период значит занятий наукой я понимаю что я что что способ твой способность по-настоящему понять работу очерчивает даже для профессионального ученого довольно узкий круг я кстати последний случай напомнить что андрей максимально внимательно он реально двойной агент более-менее единственный здесь присутствующих но он принадлежит двум мирам которые мы здесь обсуждаем да я еще принадлежу к миру людей с не очень большой научной эрудицией я поэтому это осознаю но ну то есть вообще классно но при этом да но но при этом понятно что что даже заголовки научных статей которые регулярно вижу заголовки я уже читаю и абстракт иногда они в них уже начинается вполне честная попытка как бы коммуницировать шире чем 20 своим коллег 20 коллег уже слышали про научную статью доклад скорее всего на конференции в тот момент когда ты пишешь в названии статьи который называется не так мы написали скрипт на питоне и он вот такую штуку значит показывает а говоришь мы от мы значит определили функцию белка то ты уже занимаешься популяризацией мало ли там еще какие есть богатства интерпретации нет значит вы обещали две проблемы первое в том что вот и и и мне кажется что 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 граница между мирянами и и как бы коллегами учеными она вы она плавная очень в некотором грани так вы говорите это то ли хорошо то ли плохо граница между мирянами и да и у меня даже более сильные плавная да мне даже кажется что в некотором смысле когда ученые занимаются популяризацией их главной самой продуктивной аудитории являются не миряне миряне не люди которые доели борщ как досмотрели сериалы им хочется узнать что-то право рождение звезд а на самом деле коллеги ученые просто из очень широкого это то что отчасти что евгений говорил что есть некая трофическая цепочка по которой собственно вот это вот знание как-то куда-то там куда-то там уходит да какая цепочка такая это метафора не способен анатомировать так быстро но вы жаловались на ограниченность да 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 но 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 значит просто еще количество ученых в мире очень большого можно я можно а потом а потом совершенно точно я вдруг вспомнил что меня по-моему сюда пригласили из-за вот это ботферта или срача да так можно сказать не было у меня же скажите по простому но да который был у меня же в фейсбуке и связано это было как раз с тем что меня собственно эти кошмар грабеж меня он перевел меня популяризовали и популяризаторы очень обиделись на тот факт что я был этим недоволен и то что вы говорите на самом деле очень важно действительно любая статья научная это тоже популяризация для коллег для какой-то эпсилон окрестностей потом эффект затухает просто ученых много и результатов достойных на самом то деле популяризации мало да потому что открытия делаются редко а многие ученые вообще не делают и очень много есть научные рутины которые нормальные совершенно результат это вот те самые пресловутые кирпичики в основу в какое-то здание да и большинство из них на самом деле не стоит распространение не стоит внимания ну не вашего в данном случае вот той самой публики вот в этом смысле то что вы говорите это тоже ведь проблема то есть я понимаю что есть масса каких-то специальных организаций которые ну они говорят популяризируют что-нибудь а популяризировать нечего будь то там институт или университет или еще что-то такое но не производит она это а люди вынуждены выжимать из себя вот какие-то штуки и конечно же нужно после этого их делать крикливыми и вот такими чтобы на них кто-то бросал единственно все хорошо как бы противоречие своему первому высказывает а теперь вы не против фактов за процесс а теперь видите ли процесс нет а процесс процесс никого не значит здесь все-таки да и вещи есть значит утверждение такое что фактов достойных популяризации очень мало если кому-то хочется что-то популяризировать популяризируйте дарвиновскую теорию эволюции вот лучшего занятия не найдете честное слово смотрите значит все популяризатор спасибо все новости заполнены еще раз популяризации дарвиновской теории эволюции сколько вы думаете людей в частности в нашей богоспасаемой стране которые например считают что это теория именно из-за того что это теория неверно да 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 вот я думаю там паства большая можно кого то есть здесь есть чем заняться безусловно оттуда уже и биоинформатика и все остальное пойдет очень естественно пользуясь случаем что мне слово досталось последнему я наверное смогу обобщить все сказанное выше а мы будем уже нет никто никуда не уходит ну вдруг но вдруг вы скажете так что все скажут ну все старик больше действительно не добавить не прибавить посмотрим и мне кажется что можно сделать такую иерархию способов рассказывать об истине или о научном знании которые будут представлять из себя постепенно расширяющиеся и можно сказать такие концентрические круги в центре находится непосредственно наука то есть работа по созданию нового знания которые занимаются ученые и научные сотрудники скажем так аспиранты мы договорились аспирантов мы включаем и вот их задача в первую очередь это эту информацию получить то есть провести исследование и там опубликовать научные статьи чтобы их можно было прочесть и узнать не только от них лично но из пресса дальше более широкий круг который рассказывает чего-то о научном знании это образование образование это не просвещение и не популяризация которые являются еще более широкими с моей точки зрения кругами это системный рассказ о том что люди узнали за прошедшие тысячи лет ну и в образование должны входить наверное сведения полученные до периода там 50 лет назад допустим да она не может включать все полученные самое последнее время еще более широким являются такие вещи как просвещение и популяризация то есть они не ставят на мой взгляд задачи людей сделать совершенно там образованными там экспертами и так далее ну или если ставят то эта задача не будет решена и короче честнее эта задача не ставить это но по сути реклама то есть рассказываешь людям интересные истории о науке об ученых и надо их рассказывать так чтобы люди не считали себя экспертами услышав это а просто им было интересно что вода вот наука есть на секунду зафиксирую просвещение и популяризация это реклама то есть в отличие от образования образование штука более скучно его надо получать в течение там нескольких лет и это ну не так весело это тизеры популяризации просвещения это тизеры того чего может что можно узнать если захочешь серьезно погрузиться в образование ну и популяризация тоже бывает разного толка бывает популяризация более для ученых это такая сложная вещь где там и название белков встречается и название теории и все такое прочее а бывает более совсем попсовая популяризация которая по телевизору в прайм-тайм там какую-нибудь там центральным каналом за пять секунд наряду с чем-то другим с новостями там какими-то вот ну и в идеальной картине мира они не как все хорошо да вас друг друга на на место того чтобы и то и другое третье все отлично ну нет пока все в идеальной картине мира это бы друг другу не противоречило никак и все хорошо бы выполняла свои задачи вот ну в реальности конечно могут возникать конфликты и там где популяризация слишком такая уж как бы сказать сплощадная в ней больше то есть рекламирую но знай меру да ну вроде того реклама в принципе не знает меры она имеет свойство распространять занимать все пространство которое ей дается кстати говоря вот еще столько что был на каком-то телевизоре вот сейчас ввп сказал про геномное оружие это же тоже получается популяризация сейчас какой канал не включи сейчас уже куют геномное оружие против россиян но зато россияне теперь но россияне теперь знают про геномы и про синвиальную жидкость и про иранка в этом смысле эффект грандиозных совершенно простите вот интересное развлечение которое здесь возникает в нашей идеологии это является ли как бы высокой задачей популяризации науки рассказ о так можно сказать ядре исследовательской парадигмы а там о дарвиновской теории а какой-то физик консенсус физического сообщества там 50-летней давности стандартные модели да и так далее или или рассказ о значит каких-то актуальных исследованиях переднего края и и судя по тому что я слышу я как водится в постнауке пытаюсь ничего не говорить а все свое время значит отдавать живым исследователем вроде бы так получается что примерно сейчас все склоняются в сторону что вот ядро исследовательской программы можно рассказать и как-то распространить а вот как бы дальше даже не стоит дочек чего нельзя ну рассказать про актуальные исследования андрей ну смотрите если говорить про актуальные исследования и вот если затронуть тему физики например вот одно из самых недавних открытий это гравитационные волны они были предсказаны давно а найдено совсем недавно но мне кажется что это замечательный пример открытия которое было хорошо и широко распопуляризировано во всем мире фильм и кино сняли под названием интерстелла я не знаю кто-нибудь из присутствующих скажет что не надо было эту тему поднимать или что ее подняли совсем криво и косо нет меня то интересует другой вопрос я поскольку я немножко шизофренический человек я прочитал памятку участника и тут написано как бы популяризуется ли мнение вот мне интересно а тот рассказ о гравитационных волнах на науке не знаю из 15 материалов которые я получил значит их изучить является ли он каким-то честным отображением настоящего рассказа гравитационные волны или должен честно сказать себя андрюха как бы все гравитационные волны это не для тебя вот то что не надо лечиться от гриппа антибиотиками это ты способен помыслить как бы а гравитационные волны уже этот пересказ уже не может быть честным и правильным вы знаете мне кажется я может ошибаюсь но мне кажется что здесь в этом зале нету специалистов по гравитационным волнам да поэтому на ваш совершенно разумный вопрос да вот какой аспект вот прямо сейчас звучит из того где мы оказались да а нет я никуда не пойду про гравитационные волны вопрос хороший а про сверх летовой не не линок про которая значит не дрины извините я говорился значит которая сначала на первом крае оказалось что она есть а потом на том же первом крае через полгода оказалось что его нет закрыли это было замечательное открытие про него надо было рассказывать со сверх с этого нитрида там научное сообщество черт возьми находилась той же ситуации эта проблема была чисто внутри научного сообщества и люди поплатились карьерами своими карьерами внутри науки нет ну смотрите мне кажется что ответ такой что у людей которые ну вот не разбираются в теме то есть либо это популяризаторы либо обычные люди либо ученые других специальностей нет никакого другого выхода кроме как верить специалистам если специалисты говорят что это так ну как бы ну все надо значит ну просто не надо уметь еще отличить кто специалист кто нет вот вы скажите но другого выхода все равно нету кроме как поверить специалисту вот можно еще пример из практики как бы вот человека который приходится по оценивать специалистов я мне приходится пользоваться методами как бы социальной эпистемологии я же не могу сесть и сказать вот этот хороший человек плохой могу посмотреть на хирш на публикации на журналы в которых это опубликовано спросить каких-то коллег и так далее но в принципе вот если мы предполагаем что например значит задача науки искать истину да то есть физики с очень высоким хиршем которые значит могут допустить что это значит теория струн и имеет отношение к истине и устройству мира и есть физики с очень высоким хиршем которые сейчас что это вообще какая-то игра фантики который вообще не стоит упоминания и я как человек по-другому у меня нет никого способа до ist ataque различить развить от нас требуется раз вас не требуется доставить мнение того и другого если вы верили от меня требуется но а на выходе получается на самом деле, а дальше придет какой-нибудь догматически настроенный человек и скажет, что это за постнаука, anything goes, как бы. У вас, вы уже это самое, где ваша истина, где ваша вселенная? А вот я тут как раз хочу встрять, совершенно правильный вопрос был сформулирован. На него не существует простого ответа, а про некоторые, ну, непростые, но, тем не менее, попытки, так сказать, придумать, как можно давать на такой вопрос ответ, будет завтра в три часа в независимом университете целое совещание, на которое всех интересующихся и приглашают. Вот буквально на эту тему, каким образом научные люди и журналисты могут взаимно друг другу помочь в видах устроить, ну, какую-то честную и осмысленную популяризацию. Я бы хотел сказать, что здесь вообще проблема не только журналистов. Мне, общаясь с, в частности, в России, с людьми, которые принимают какие-то решения, вдруг выяснилась очень интересная штука. Они не верят в экспертизу в принципе, потому что они понимают проблему, что вокруг много ходят людей, которые изображают из себя умных, и каждый говорит разные вещи. Они понимают, что они понять этого не могут и выбрать тоже не могут. Это просто проблема экспертизы. Ну, каким-то образом она решается за счет просто довольно большого научного сообщества, ну, в Штатах, например, да, когда anything goes. Ну, да, они не решаются идеально, но как-то решаются. Но возникает некий шум, а главное, должна быть возможность ошибок. То есть, Миша, вот то, что вы говорите. Вот это нейтрино, я понятия не имею, что это, но оно или есть, или нет. Большинство людей, во-первых, это по барабану, вот. А с другой стороны, на какой-то стадии вопрос, по-видимому, решится. Это скорее вопрос для людей, вообще людям, по-видимому, это не очень интересно ни в ту, ни в другую сторону. Людям, которые принимают решения о фондировании, как вот вы говорите, но у кого-то будет чуйка, он сделает правильное решение, а кто-то ошибется. Ну, как и во всем остальном. И все, это же... Слушайте, и вы меня, вот какой грустный мысль, во мне просто породили. Она во мне растет в последние минут 15. Популяризация вред. Вообще идея популяризации вред. По следующей очевидной причине. Значит, вот я, не ученый, я не очень понимаю, как достается научное знание, как оно добывается, какие там критерии. Я посмотрел лекцию на Ютьюбе, даже две. Мне там все рассказали. Я понял, как оно устроено, как большой взрыв был, как ДНК чего делает, как там РНК из нее вырастает. И я разобрался. А потом я начинаю думать, слушай, а если я за две лекции на Ютьюбе во всем разобрался, и вообще мне все понятно, что ученые делают, что они деньги получают. И это, с точки зрения взаимоотношения науки и общества, ну, ей-богу, вредно. Ну, вот есть постнаука, а есть постмодернизм, да? Ведь Феерабин, собственно, вы, собственно, говорите то, что говорил Феерабин, когда он как бы против, ну, у него была соответствующая книжка против научного метода, где суть его состояла, в общем-то, в том, что мы и сами не дураки, и любой нормальный, любая домохозяйка просто используя, или домохозяин. Не только управлять государством. Да, а в принципе, common sense и опыт жизни, но он достаточно для того, чтобы принимать нужные решения в нужные моменты, а ученые – это такая злобная корпорация, которая высасывает деньги из налогоплательщиков. Но, да, так тоже можно посмотреть. Да, я вот тут, знаете, вспомнила один хороший фильм, советский, очень старый, он 60 какого-то года, в нем едет несколько попутчиков в поезде, и одна из них, дама, начинает рассказывать коллегам, которые оказались актерами кино, о теории относительности. Они говорят, вы что, ученые? Ну, как-то вы объясняете так хорошо? Она говорит, нет, каждый человек совершенно спокойно может освоить теорию относительности. Это базовые вещи совершенно. И вот, на мой взгляд, одна из задач популяризации как раз, да, это вот такая реклама образования. То есть, как бы реклама того, что можно интересоваться какой-то темой, не просто на уровне Ютуба, а пойти куда-то почитать, может быть, пойти получить второе высшее, да, там, я не говорю о том, что вот сейчас вот какие-то научные открытия и так далее, да, можно таким образом заставлять людей, то есть не заставлять, а вызывать в них желание и действительно становиться образованием. В этом, мне кажется, никто не усомнится в том, что это хорошее дело и никому не вредит. То есть это, ну, вот реклама действительно образования. Ну вот возвращаясь к примеру с лекции на Ютубе, когда человеку все понятно, да? В этом же смысл просвещения. Я все понял, как там чего устроено. Сейчас, Алексей, смотрите, я хотел вернуться к мысли, которые я высказывал раньше чуть-чуть, что наиболее такая, ну, центральная вещь среди всех вот этих вот кругов передачи знания – это образование. И если… в чем смысл образования? Что должен в данной ситуации уметь образованный человек? Образованный человек должен понять, что он не понимает. Вот посмотреть на Ютубе и сказать, ну да, я что-то про это узнал, но не думать, что он это понял от и до. Да, да. Чек критерий качественного научпопа самый главный, что в конце, по окончанию просмотра, вопросов у тебя становится значительно больше, чем было до. Ну, как и в науке, узнавая что-то новое, немедленно… Конечно, в этом смысле они вполне конвергентны, да. Да. И все страшные люди, о которых вы говорите… А можно это встроить в просвещение? Ну, можно, нужно, да, вероятно, ее нужно. Я не нашла пока что никакого способа лучше, чем просто прямо о ней заявлять. Я очень надеюсь, что после моих… Нет, люди посмотрели в вас, теперь скажут, я раньше думал, что я знаю, что такое кошечка, А теперь я понял, что я не знаю, что такое кошечка. Что ничего не знаю, да. Никто не знает, что такое кошечка, да. И тем не менее, всегда есть самая страшная категория потребителей, самый страшный какой-то участок аудитории – это люди, которые после того, что ты не рассказал, они все поняли. И вот в эти комментарии они самые-самые драматичные, потому что хочется посыпать пеплом себя и говорить, нет, я ничего не сказала, что можно было здесь, как можно было все понять. Но тем не менее, человек все понял и пошел, ну, дальше нести какое-то свое новое понимание, сей вокруг смерти-разрушения. В конечном итоге ты будешь за это, как бы, отвечать. Как так? Вот, но тем не менее, как бы, эти люди есть всегда, и можно сказать все, что угодно, показать все, что угодно. У них есть внутренняя потребность в определенном, точном, не имеющем никаких альтернатив знаний, и они его получат, если не у меня, то у кого-нибудь еще, еще хуже. Простите, вот про это вы будете за это отвечать? Я хочу сказать, что в русском интернете есть, например, о чем много лет, и в русских правящих верхушках есть очень известная история, как какой-то генерал ФСБ, значит, подслушал в мыслях у Мадлену Альбрейт, что она хочет гибели русского народа. И эта история очень широко распространяется, и мне всегда казалось, что Мадлен Альбрейт не несет за нее ответственности. Хотя, как бы, эта фраза буквально произносилась чуть ли не на состояниях Совета Безопасности. И как человек, который находится, как бы, с другой стороны популяризации, мне бы хотелось сейчас сказать, что нет, пожалуйста, вы не несете ответственность за все пересказы того, что с вами делают, как бы. Ну да, но я боюсь, что именно вот этот удивительный феномен и вызвал к жизни нашу сегодняшнюю дискуссию. Мы пытаемся понять, о чем, собственно, проблема. Все согласны с тем, что да, чем шире ты хочешь распространить знания, тем большую степень упрощения тебе приходится допускать. Да, это упрощение должно быть корректно. Да, оно не должно называть черное-белым, не должно быть как-то ложно-лживо по определению. Да, оно должно быть, потому что популяризация должна быть популярной, она должна захватывать самые отсталые, не облачившиеся в джинсы слои населения, иначе, ну, собственно, иначе чем мы занимаемся. Она должна менять поведение вот этих вот людей, которые, как мирян, которые не будут получать первое, второе, третье образование и научные степени. Но они должны относиться таким каким-то определенным образом, с определенным пиететом и уважением к людям, которые этим занимаются. Потому что они, ну, хотя бы чуть-чуть понимают, чем они занимаются. Вы говорите так, кроме фактов или процесса, нужно доносить еще дух науки, да? Ну, нет. Но очень трудно донести дух науки, поскольку эта вещь действительно совершенно герметична. Но это то, о чем вы говорите. Вы говорите, что относиться с пиететом, и к тому, что возникает незнание, тоже увеличивается, это же дух науки. Ну, я не знаю, как бы относиться с пиететом к поэтам и передавать простым людям дух поэзии – это разные вещи. Дух поэзии – это ужасная и очень некомфортная для тебя вещь. Не надо мне никого передавать. Вот. Наверное, что бы действительно стоило сделать общим достоянием – это, конечно, критическое отношение к фактам. И понимание того, что факты – это перетекающие. Но это непостоянная, нестабильная структура. И когда ученые говорят сегодня одно, а завтра другое, это нормально. Это не то, что ученые… То есть таки нужно дух науки доносить. Ну, в этом смысле несомненно, да. Это не дух науки. Невозможно одновременно требовать от людей критического отношения к реальности и придыхания перед учеными. Это буквально противоположные психологические установки. Почему? Потому что, естественно, научного ученого, значит, с колыбели учат, что знание интерсубъективно, что его личность и фамилия ничего не значат, а его эксперимент теоретически мог бы быть повторим. И что верить ему надо не потому, что у него большая, как Михаила Сергеевича Борода, а потому что он говорит – вот мои методы, вот мой скрипт, вот мой эксперимент. Михаил, спасайте, пожалуйста, доступными вам средствами. Ну, здесь начинается уже вопрос веры. Вера и уважение – это разные вещи. Мне не хотелось бы вообще приносить веру в науку. Это еще хуже, чем приносить науку в веру. Я чуть-чуть вбок от этой темы хотел бы заметить. Вот тут прозвучал несколько минут назад такая след идеи, что вот есть ученые, а есть какое-то безбрежное море совершенно такого вот необразованного народа, чуть ли не просто в валенках. Мне кажется, это какое-то сильное преувеличение, потому что я бы думал, что наиболее разумная аудитория для этой самой популяризации – это вообще-то вовсе никакие не валенки, а люди, имеющие вполне образование, просто другое образование. Ведь очень специализированная жизнь, и наука очень специализированная, и действительно детальное понимание того, что делается сейчас в науке, возможно, действительно в очень ограниченном количестве людей для каждого предмета. Ну, есть более широкие сообщества, там научные, инженерные, наконец, студенты, которые еще чему-то начинают учиться и думают, что интересно и что не очень. Это все довольно много людей, которые уже чему-то до какой-то степени обучены. И вот им рассказывать, как дело обстоит, казалось бы, самая смысленная задача. То есть, я на этот раз, у меня есть маленький шанс понять вас правильно. Смотрите, вы говорите следующее. People пусть хавают что угодно, квадратную землю или какая уж она там есть, мы ими вообще не интересуемся. Мы интересуемся только другими учеными из смежных областей. И им мы расскажем, которые все понимают, что такое процесс науки, как обстоят дела у нас. А они расскажут мне, как обстоят дела у них, и наше счастье, конечно, повысится. И все остальные вовлеченные в цепочку люди будут переносить это знание от одних ученых к другим. По крайней мере, говорите, слышу я вас, от одних образованных людей к другим. А на остальных, ну что поделаешь, ну не удалось. Ну безнадежный случай. Ну, Алексей, вы, как обычно, занимаетесь вульгаризацией. Спасибо. Значит, я сказал следующую вещь, что вообще-то полезно решать задачу по мере усложнения. Сначала решить задачу более простую до какой-то степени, потом браться за более трудную. Вот образовываясь широчайшее исходное население, если честно сказать, задача неизмеримо более сложная. И можно делать вид, что вы ее решаете, а можно признаться, что вы не знаете, как ее решать. И давайте сначала поучимся на чем-нибудь более простом. А потом, если научимся, или какие-нибудь наследники, которые на наших, что называется, опыте узнают, как это делать, может быть, сумеют пройти дальше. Мне кажется, что это более честное отношение к делу. Я тут вспомнил короткий стих, который, мне кажется, описывает природу научного познания, особенно через призму нашего разговора. «Что мы знаем о лисе? Ничего, и то не все». Я вот довольно давно получаю сигналы, но, видимо, все их уже видят, что некое количество вопросов так созревает. Может быть, мы в качестве, следуя совету Михаила, попробуем и посмотрим, как идет ответ на вопрос. Если опыт будет признан провальным, то мы это немедленно закроем. Можно комментарий? Вот со стороны… Ну, хорошо, я просто тоже физик. В общем… Как Северинов? Ну, не такой. Значит, по поводу… Мне не очень понравилась идея, что нельзя рассказывать новое, вот что конкретно вот сейчас произошло. Мне понравилось. Да, потому что мне кажется, что можем, но просто в этот момент надо говорить неопределенность ту, с которой ученые про это новое говорят. Например, вот про эти нейтрино, которые сверхсветовые были. Если бы спросили ученого, сообщества в этот момент, что он по этому поводу думает, 99,999 ученых вам бы сказали, да у них просто эксперимент не работает. Так и оказалось. Консенсус научного сообщества в этот момент был, он заключался в том, что… О, вы хотите голосованием определять. Голосованием хотите определять. Подождите, подождите, подождите. Например, когда вы говорите о темной материи, вот сейчас там был день темной материи, если вы как популяризатор говорите, что галактики вертятся быстрее, потому что там у них темная материя, вы не правы. Потому что консенсуса в этом поводу нет. Когда вот популяризация в этот момент допускает обобщение, которое неверное. Надо в этот момент сказать, что часть ученых… Простите, когда вы говорите, популяризация допускает обобщение, которое неверное, вы занимаетесь неверным обобщением. Некоторая популяризация. Хорошо, некоторые популяризации. Нет, я привел пример, когда вот ученые говорят… Ученые… Просто один-один. Да. Что как бы здесь надо сказать, что ученые, как бы господствующая теория такая, но есть альтернативная там, картинная теория галактики, которая расписывается другим способом. И вот как бы вот это вот научное мышление, оно должно быть здесь заложено. То есть прямо вот одно… Простите, мы вынуждены двигаться дальше, спасибо. Но некая парадоксальность того, что вы говорите, стоит в том, что прямо целиком науку переносить в популярную область. Прямо им тут, так сказать, про темную материю, тут про монт, тут про холодную темную материю, тут про горячую, вот так вот. И прямо все это вывалить… А, нужно говорить так, внимание, популяризировать, мы услышали самое важное, популяризировать нужно с оттенком неуверенности. То есть в то определение духа науки, которое мы тут выстраиваем, должно быть включено не только процесс, а еще вот это вот сомнение. Не уверен, с нами, а это сказать сомнение. Да дело-то простое. Человек говорит, что надо просто говорить правду, какая она есть в данный момент. Все. Простое, элементарное, разумное высказывание. Что еще комментировать? Это просто, когда правда простая. Если правда сложная, то и говорить о правде сложно. Это подождает же следующий вопрос. У меня здесь небольшой комментарий и вопрос. Я хотел бы узнать ваше мнение о такой вот действительно немножечко сложной, скользкой теме, как сейчас нашумевшее открытие гравитационных волн и их популяризации. Сейчас миллионы популяризаторов, которые пытаются их популяризировать. Но сам факт в том, что это не те 50 лет науки, которые не вошли учебники, потому что два дня назад держал в руках второй том Ландау «Теория поля», благополучно гравитационные волны там есть. Какой период должен пройти между открытием теории, ее подтверждением и тем, когда можно будет действительно ее хорошо популяризовать? Вот такой вот вопрос. Как минимум про физику я опять же ничего не знаю, но хотя бы я знаю, что я ничего не знаю. Но очевидно, что магического числа не будет, и оно будет зависеть от специальности. 50 лет назад только центральную догму молекулярной биологии разработали. Очевидно, что про это уже все-таки в учебниках пишут. Вот, поэтому... Ну, в сущности, знаете, что я вдруг подумал? Популяризаторы должны быть профессиональными. Я не знаю, что это значит, но они должны... У них чуйка должна работать, и он должен знать, вот когда про это можно говорить, а когда лучше заткнуться. А еще добавьте, что популяризаторы, как и ученые, еще должны быть хорошими популяризаторами. Я прошу прощения, мы на самом деле въехали в дискуссию, которая год назад уже состоялась, и... С кем же успех? Ну, опыт показывает, что да. Смотрите, есть популяризация, и есть научные новости. И, значит, тут за разговором немножечко стерлась разница между одним и другим. Значит, претензии, которые предъявляются, это в значительной степени не претензии к популяризаторам, которые рассказывают не про то, что случилось вчера, на самом деле, а про то, что устоялось, либо, рассказывая про то, что случилось вчера, говорят, закупайтесь попкорном, завтра все поменяется. Хорошие популяризаторы. А производство научных новостей, это совершенно другой жанр. Особенно научных новостей в универсальных изданиях. Значит, там речь идет на секунды, потому что в интернете, если ты опубликовался на 5 секунд раньше всех остальных, то цитируют тебя, а не их. И ты набрал себе KPI кликов и всего прочего. И там творится действительно бог знает что. И вторая вещь, про которую говорил Костя, обратная сторона той же истории, что пресс-службы, созданные при всех университетах, вынуждены генерить новости, потому что, опять-таки, у них есть KPI и выдавать за новость то, что новостью не является. Миша, минутку, вы в скол техе работаете, слово KPI знаете, объясните людям, популяризируйте KPI. А кто не знает, что такое KPI? KPI Performance Indicator. Это вот то, чему ты должен, значит, вот там, если ты пресс-служба, то ты должен опубликовать фиксированное количество новостей в час. Оля Орлова про это рассказывала на самом деле, она говорила это слово даже. А, так что... Переводила, покажите, эффективно. А, вот Оля уже перевела, вот это показывает, как мы внимательно слушаем популяризаторов. Оля уже все сказала, а все равно никто не знает. Вот, и... Мы сомневаемся. Вот, сейчас я прошу прощения, я, значит... Да, про новости, которые новостями не являются, и вот это все. Вот, и когда... И даже в этом случае на самом деле можно было бы делать разумно, когда говорится, что ученые нашего университета обнаружили, что тараканы умеют бегать по потолку, к этой новости должно быть разъяснение, что перед этим было выяснено, что мухи тоже умеют бегать по потолку, а тараканы умеют бегать... Раньше думали, что тараканы умеют бегать только по полу и по стенам, А вот мы обнаружили, что они могут забегать на потолок немножко, и это была бы, а потом падают или там слетают, а есть летучие тараканы на Мадагаскаре, и вот это была бы честная популяризация рутинных, вообще говоря, но при этом разумных исследований, к сожалению, это абсолютно не гламурно. Спасибо. Можно я немножко задам вопрос тоже, который мне жутко интересен? Нет, не только Мадагаскаре, всем, что вот мы обсуждаем, какая может быть хорошая или плохая популяризация, а в принципе, вот, например, вот недавно была эта громкая история действительно про генетическое оружие, которое как бы является как бы беспросветной, совершенно не спасаемой чушью на любом уровне восприятия. То есть географ, социолог или биолог, значит, закончивший ПТУ, понимает примерно, что это чушь уже. И по крайней мере, благодаря популяризации, которая может быть там с чем-то справляется, а с чем-то нет, у нас оказалось, что после того, как эта чушь как бы прозвучала с каких-то высоких трибун, довольно быстро и довольно много ученых как бы во всей прессе сказали, что это чушь. И в принципе, что в социальном смысле, я не знаю, как это хорошо, ли это для науки или плохо, но для меня, как для гражданина этой страны, как бы, которому еще не запретили плевать на асфальт, как бы, значит, последнее было у меня отдушина, как бы, а теперь это биоматериал. В принципе, это хорошо. Вот как для гражданина, для меня это хорошо, что есть большой комбинат ученых, что они умеют очень быстро, в пять часов им позвонить утро, сказать, это чушь, как бы, и положить трубку там. И в принципе, я даже готов немножечко заплатить за это тем, что иногда эти ученые, вот как Константин, будут ругаться со мной или с моими коллегами за неточность наших пересказок. Мне никто ничего не платил за это, надо сказать, но с другой стороны, every contribution is welcome. Но я думаю, что все не совсем так. Вы, по-моему, переоцениваете эффект. То есть какие-то ученые сказали, что это так. Какое-то коллеги, ну что, вот это конкретное утверждение про геномное оружие против русских, оно неверно и не может быть верным. Я подозреваю, что большинство людей, которые сделали свой выбор в ту или в другую, во-первых, большинство людей, скорее всего, поверили. Я почти уверен, что это так. А предподобляющее большинство людей, которые, опять же, не поверили, осознательно используя веру в данном случае, сделали это, исходя из своих политических или каких-то еще соображений. Но, скорее всего, рассуждения говорящих голок, вроде Миши и меня, не смогут воспроизвести, чтобы объяснить, почему они в это не верят. Смогут. Но это можно просто проверить. Я на таких вот проверял. То есть буквально вы говорите, что, пользуясь лексиконом политических теоретических лексиков, что нет как бы эпистемы твердого знания, есть только докса, только мнение. Люди верят во что-то, и даже когда они близко к тексту пересказывают какой-то, значит, нарратив из молекулярной биологии, из генетики популяции, из чего угодно. Это на самом деле, потому что у них есть эмоции, которые заставляют... Я говорю это как практикующий педагог, потому что я учу молекулярной биологии детей уже магистрантов и аспирантов. И самое тяжелое – это заставить ребенка, ну, ребенка для меня, прочесть статью научную даже в его области и рассказать ее другим, и чтобы они поняли то, что рассказано. Вот этот опыт проводится каждый год на разных популяциях детей, и всегда выясняется, что и тот, и другой, или та, и другая говорят про что-то свое, и точно совершенно не про статью, которую они рассказывают и читали. То есть, возвращаясь к начале формулировки нашей изначальной, научное знание непередаваемо даже внутри коллектива, состоящего из людей с IQ больше 120, как бы и опытом молекулярной биологии? Да, просто communication problem всегда существует. Сложно говорить о сложном, даже о простом сложно говорить. Нужно уметь это делать, это искусство или умение, или то, которому можно научиться. Давайте еще раз потренируемся, отвечать на вопросы извне. Я хотела бы спросить. Сейчас мы рассматриваем, что есть ученые и есть просто люди. Может быть, для популяризации есть какой-то путь, когда мы не делаем противоставление. Не рассматриваете ли вы такую возможность? Значит так, как вы поняли вопрос. Всех не делить людей на людей и ученых. Да? А популяризировать таким образом, чтобы что? Чтобы... Что-то у меня не получается продолжить. Можете еще раз сказать? Я имела в виду, что не то, что мы не учитываем особенности, а то, что мы не делаем противоставления. Что у нас есть ученые, да? И поэтому они совсем не похожи на обычных людей. Может быть, мы будем рассматривать какие-то еще возможности, когда мы... Сотрудничество или еще чего-то вне контекста жесткой какой-то оппозиции. Мы будем рассматривать сотрудничество. Да? Я-то что? Все за? А почему вообще такая оппозиция возникает? Ну, очевидно, что ученые люди... Вот есть, например, по-моему, династия переводила книжку Джима Уотсона, называлась она «Avoid the boring people». И там Джим Уотсон, он как бы такой арогантный человек, в частности, сказал, что вы будете удивлены, сколько среди ученых дураков. Ну, понятное дело, они просто профессионально занимаются, ну, какого-то рода вещами. Вот спортсмены тоже люди, и водопроводчики люди. Это же профессия, но это призвание для многих еще, но и любая другая профессия может стать призванием. Просто, ну, почему-то так получилось, что людям интересно, что там эти вот, значит, в этих шапках люди думают. А, кстати, почему людям не интересно, что спортсмены думают? Потому что спортсмены про бегание, а потом они бегают, а на них по-другому смотрят. Просто, сейчас, сейчас, просто, я серьезно, чтобы поставить в ряд, значит, люди смотрят на спортсменов, ну, конечно, не сравнись с тем, как они смотрят на ученых, ну, артистов, звезд и так далее. И ученые, это продолжение той же, это такое маленькое-маленькое, скромное-скромное продолжение той же истории, не ученые персонально, а, собственно, наука. Интерес к науке, это какого сорта интерес? Вот среди тех самых, самых широких людей. Есть еще магия, в спортсменах магия, ну, может быть, там Федерер есть магия, а в ученых же, вот, ощущение, что он что-то знает, но не скажет, оно, наверное, всегда притягивает. Да, это, нет, это очень важно, это очень важно, и это то, что популяризация должна, мне кажется, осознавать. Ну, и в конце концов, есть шахматисты, которые сделали из работы мозга спорт, и они как раз находятся между учеными и спортсменами. У меня вот, можно, тоже маленькая ремарка, тут мы периодически переходим от какого-то снобизма, да, и поляризации, от того, что есть ученые, а есть просто люди, к тому, что это, на самом деле, ложная дикотомия, все люди, как бы, братья, да, вот, все образованные, все друг друга можем понять, но нет. И сестры, и сестры. Да, конечно, безусловно, популяризаторки, популяризаторы, вот мы знаем, да. Но, к сожалению, к сожалению, или не к сожалению, есть совершенно четкий факт. Вот я ежедневно работаю с учеными и приношу им, в частности, на согласование материалы, которые пишут журналисты. И когда я приношу на согласование статью журналиста издания «Комсомольская правда», который пишет для своей аудитории, я не знаю, в 50% случаев, несмотря на то, что какие-то явные там ошибки мы оттуда убираем, да, перед тем, как принести статью ученым, первая реакция у человека – это невероятно брезгливая ухмылка. Журналист пишет, как бы, ну, для людей, да, он работает в «Комсомольской правде», это читаемое издание, чуть ли не единственное, мне кажется, издание прибыльное, да, без дотации существующее. Поэтому журналист выполняет совершенно четкую задачу. Вот с людьми поговорить на человеческом языке, а нам надо сделать так, чтобы вот ученых не переврали. И, знаете, вот этот вот первый момент, когда ученый смотрит на этот текст, он очень болезненный даже для меня, потому что я как бы на стороне ученых вроде бы, да, я совершенно точно вижу, что разделение есть, абсолютно точно. Это называется, простите, не разделение, а институт репутаций. Нет, это речь о другом. В смысле? Не потому что ее много людей читает. Разумеется. Потому что некоторые, не все журналисты «Комсомольской правды» иногда врут в разных самых обстоятельствах с разными целями. И как бы и врут после правки, до правки и так далее. И это называется репутация, буквально. Ну, понимаете, вот журналист приехал и хочет взять интервью у ученого, и руководство говорит, пожалуйста, давайте вот дадим интервью. И мы даем интервью. Ученые все объясняют, я прислушиваюсь, да, потом мы сверяем текст. Ну вот в итоге, тем не менее, нам приходится не только факты сверять, но и формат изложения, да, работать над жанром. Ну, да, можно сказать, что репутация, но я о чем хочу сказать, что все-таки существуют вот эти два разных языка, да, там, не два их, конечно же, больше. И проблема донесения информации от одного множества людей к другому, она, безусловно, есть. Вот, все. Спасибо. Да, мне немного надоели общие фразы в обсуждении, и есть вопрос. А что раньше не сказали? Я человек терпеливый, скромный. Я сижу, молчу, думаю, можно ли ввести, как-то обсудить, ждать это в количественном плане, ввести какой-то коэффициент упрощения и сказать, что если он выше единицы, то такое упрощение допустимо. Если меньше единицы, недопустимо. И, скажем, вот... А вы готовы какую-нибудь метрику предложить? Ну, человек, статья в Nature, я думаю, журналист рассказывает об этой статье в Nature, используя только слова из статьи. На него, скажем, не может быть большого... Его сильно ругать люди не могут, да? То есть... Могут, могут. У меня нет какого-то предложения, поэтому вот как бы вопрос к экспертам. Можно ли этот критерий ввести? Трудно. Кроме того, надо иметь в виду, что в статье в Nature может оказаться написанной полная чушь. Так тоже бывает и нередко. Можно, да? Можно? Раз, раз. Мы уже договорились, что можно пересказывать науку, это нормально. Я имею... Хочу добавить немножечко еще в обсуждение вопрос, который мы, мне кажется, забыли. Популяризация науки, это ведь не только про то, чтобы просвещать людей, обучать их и давать им какие-то базовые знания. Люди делятся, да, на совсем плохое образование и те, кто вот реально увлекаются наукой, хотят читать там Маркова условного, да, там, хотят вот там подробностей и прочее. Есть еще такая штука, как рассказать людям про то, чего быть не может с большой вероятностью. Вот это, мне кажется, гораздо важнее и гораздо более практично. То есть то, что вы сказали чушь, да, четко сказать, что это... Ну, то есть Земля может быть, конечно, и квадратная, но с очень маленькой вероятностью. И об этом лучше вообще приличному человеку не рассуждать. И принцип, допустим, того же фальсификационизма, да, там, что если это знание вообще принципиально пролежимо, то мы о нем будем серьезно говорить. А если это вот совсем чушь, то мы в рамках науки и вообще все приличные люди об этом говорить серьезно не будем. То, что вы говорите, это до некоторой степени продолжение того, что здесь было затронуто, что науку хорошо бы излагать системно. Наука это в том числе... Научные законы это в том числе принципы запрета. Некоторые вещи, чудеса происходить не могут, потому что есть научные законы. И это мы, наверное, все, может быть, все согласятся, что это мы хотели бы, конечно, эту мысль хорошо бы доносить. Другое дело, совершенно непонятно как. Ну, почему это? Потому что отдельный жанр научпопа... Я, с той стороны, хотел просто очень поблагодарить предыдущего выступающего. У меня эта мысль показалась чрезвычайно разумной. Насчет того, чтобы объяснять про то, чего не может быть. Так не так сразу сообразишь, как это делать, но вообще мысль очень хорошая. Ну, вообще, это один из самых успешных и самых эффективно, я бы даже сказала, агрессивно распространяемых жанров научпопа. Это такой агонистический дискурс, когда берется некая, условно, лжеученая. Ну, не условно, а то есть лжеученая, точка зрения, и все твои высказывания обустраиваются как оппонирование ей. Из этого возникает внутренний конфликт, драма, действительно очень интересно. Все прекрасно, единственное, кроме пропаганды лжеученых. Я рад, что мы этого слова сегодня умудрились избежать. Оно все время было рядом. Я поэтому извиняюсь за него. Это можно обсуждать отдельно, просто оно, наверное, увело бы нас в сторону. Идея прекрасная, но единственное но, это то, что тем самым мнение лжеученого будет звучать. Но, может быть, если оно разобрано на косточки, то ничего страшного, скажите. Ну да, здесь уже как бы стиль, убедительность повествования, разбирающего его она. И она, собственно, как раз показывает метод, научный метод в действии. Это правда, это правда. Но убедительность, как мы знаем из многих источников, к сожалению, является функцией и воспринимающего субъекта, и уровня крика, на котором... Вот это, кстати, действительно одна из реальных, как мне кажется, проблем, потому что мы сколько угодно можем изощрять наше представление о том, насколько корректным должно быть научно-популярное высказывание. Но мы не должны забывать, что при этом мы конкурируем за эту же аудиторию с высказывающими персонажами, которые перед собой таких требований не оставят. Не, ну Путин сказал, ну все. Подождите, а вы воспринимаете так, что вы конкурируете? То есть вы конкурируете с... К сожалению, да. Конечно. А, подождите, это очень интересный вопрос, потому что, значит, я вообще много думаю о том, зачем ученые занимаются популяризацией. Они могут это же делать из гражданского фапуса. Ну, то есть, ну, чуваки, прививайте детей, там, я не знаю, не жрите антибиотики от гриппа. Это вполне может быть гражданский пафос, а не идея рассказать, как устроена, значит, быстрая эволюция бактерий при неправильных режимах принятия антибиотиков. Но совершенно удивительно считать при этом, что у вас одна, как бы, что вы боретесь за одну и ту же аудиторию. То есть мне кажется, что аудитория, которая в некотором смысле показала, что по каким-то причинам в данной области науки им не очень интересно, как бы, читать Википедию, там, или что-то. Зачем за нее конкурировать? Ну, вот, например, сайт Антропогенез очень эффективно воюет за аудиторию РЕН-ТВ. А вы уверены, что сайт Антропогенез не занимается тем, что по-английски называется «preaching to require»? Вот это для меня открытый вопрос. И про постнауку для меня это открытый вопрос. Я, в принципе, не знаю на него ответа. Но вообще-то это жутко интересно. В тот момент, когда мы занимаемся популяризацией в разных формах, мы рекрутируем людей с другой стороны невидимой баррикады, или просто потому, что у нас Яндекс, много программистов, образованная сторона, у нас экстенсивный рост публики. Андрей, как я вижу перед собой, по крайней мере, свою задачу, а я напоминаю, что я занимаюсь самой простой популяризацией, которая, может быть, подвергается самым большому количеству нападок, поскольку мне приходится упрощать, упрощать, а потом еще упрощать и выкидывать лишнее, чтобы не отвлекало ничего от одной простой мысли, которую я пытаюсь донести за 10 отпущенных мне минут. Одна простая мысль – это совсем не то, чем занимается наука. Но, к сожалению, это мой способ коммуникации и донесения. Нет, просто одна простая мысль – это очень часто единственное, что можно слушать. В том-то и дело. И поэтому теперешние лекции Теда, они выстроены как 15-минутные проповеди, которые упрощают все просто невероятно. У нас буквально осталось те самые 10 минут на пару завершающих вопросов. А, давайте из чата вопрос послушаем еще. Вопрос в трансляции есть. Так, может… Сейчас у нас мы пренебрегали… Я прошу прощения, мы пренебрегали трансляцией. Я как-то не отдавал себе полного отчета в этом ввиду недостаточного просвещения. На самом деле, сейчас есть такой вопрос, комментарий Константин Саверин за то, что поднялся большой дискус, потому что многие люди узнали о том, что РНК, синонимальная жидкость и так далее. Но при этом они не сделали из этого никаких выводов, потому что в том числе некоторых присутствующих здесь объявили врагами народа как минимум 400 комментаторов комментов на Ленте Руми и на всех других ресурсах то же самое. То есть все-таки такой общественный дискусс, он полезен или он бессмысленен, потому что люди поговорили-поговорили, но никаких выводов для себя не сделали вообще. И наоборот, комментаторы, которые пытались, в том числе и вы, и Михаил Сергеевич, сделали что-то хорошее, объяснить, они теперь враги народа в глазах самых широких масс, для которых вы старались. Ну, я думаю, Миша все-таки главный враг. Я не знаю, правильно ли я употреблю это слово. У меня дочка учится в какой-то математической и физической школе, и ей в пятом классе стали рассказывать про модель атома, включая электронные переходы, орбитали и прочее. И когда я подошел к учителю и спросил, зачем это нужно, он сказал такое слово пропедевтика. И как я понял, пропедевтика – это, оказывается, когда вы в голову человечка закладываете некоторый набор слов, смысла которых он уяснить не может, но когда в девятом или в десятом классе он это учит, тогда все становится, наконец, на свои места. Поэтому если эти люди выяснили, кроме того, что Миша и я враг, что еще есть РНК и гены, то, может быть, когда-нибудь потом это все сложится в некий пазл. Ну и я все-таки, как специалист по комментаторам, напомню, что комментаторы – это, как правило, не целевая аудитория высказывания, а комментаторы – это комментаторы. И нерепрезентативные в отношении российской аудитории. Конечно, да. Люди, которые слушают и мотают на ус, обычно ничего не пишут. Да? Дорогие друзья. Можно, да, я под конец обострю вопросом своим? Пора, пора. Дискуссию, а то, по-моему, все так помирились, и уже мир дружбы плавленный срок. Я вот это сделаю таким образом. Представим себе такой гипотетический сценарий, что, значит, вот плохие популяризаторы, ну, которые по каким-то причинам нравятся ученым, да, там, условные Ася Казанцева, условные Панчин, условная Женя Тимонова, они вот послушали критику, да, что вот популяризаторы искажают недопустимо. И прекратили с завтрашнего дня заниматься популяризацией, занялись чем-то другим, уехали в Австралию, занялись чем-то другим. И в это время, значит, естественно, святое место пустое не бывает, у нас остается НТВ, которое продолжает, в общем-то, с радостью окучивать ту аудиторию, которую она имеет. Ну, остаются такие недисциплинированные квазипопуляризаторы, да, которые, ну, не важно им, что там ученые сказали. Через какое-то время у нас, значит, под влиянием вот этих вот товарищей, которые остались, у нас люди, значит, меняют свое отношение к науке, постепенно во власти, процент таких людей становится больше. И в том числе среди тех людей, которые влияют на распределение бюджетных средств. Доля тех людей, которые не в состоянии плоскую землю от круга. Они уже там, они уже там. А их там процент растет, до критического доходит. И в какой момент в результате перераспределения бюджетных фондов, бюджетный фонд, который достается не условному Константину Северинову, да, а исследователю плоской земли и энергоинформационных взаимодействий и так далее, и так далее. Вот вопрос, кто выступает с позиции критики существующей популяризации. Вот вы не считаете такой сценарий, в принципе, опасным для себя и для науки, которую вы защищаете, в общем-то, вот в этом споре с популяризаторами? Можно сразу отвечу? То, что вы назвали как возможный результат какой-то эволюции, вот это уже давно случилось. О чем речь? Это именно так и есть. И можно я со своей стороны добавлю, что мне кажется, популяризация в России требует не только естественной науки, но и гуманитарной. И я не знаю, в курсе ли вы, но в России был, например, эпизод, когда вот я биолог и большую часть биологии в Советском Союзе уничтожили, в общем-то, сциентисты. Они, значит, верили в все побеждающие силы науки. Это совершенно несвязанные вещи. Это очень-очень странная реконструкция событий, как бы. Бывают совершенно, как бы, жуткие позитивисты, которые делают науке гораздо больше вреда, чем, значит, любые шарлатаны. Это совершенно, как бы, не... Да вред вообще легче принести, чем пользу. Ну да, да, да. Ну тоже не факт. На самом деле все сложно преподнести, и всегда будут люди, у которых будет десентинг-опиниен в любом случае. Но мне кажется, вы очень преувеличиваете роль замечательных совершенно популяризаторов, которые вы назвали, на процесс принятия решений. Вот. Поэтому даже в демократическом обществе условно это было бы не так. И... Но мне не кажется, что те решения, которые принимаются непосредственно... Решения о фондировании не связаны с популяризаторской деятельностью. Это было бы... сильно бы упрощало бы... На самом деле это сделало бы ситуацию хуже. Вот. Но этого нет. А так частично все-таки есть этот фактор, как мне кажется, потому что, ну, деньги текут туда, где находится внимание общества. И Антон совершенно справедливо сравнил популяризаторскую деятельность с рекламой. И задачей рекламы является именно изменение общественного мнения с целью перераспределения финансовых потоков. Естественно, это не 100% финансирования. Я бы поверил в это, но надо просто понимать, что мы в данном случае, мы как россияне, да, дорогие, находимся на чужом празднике жизни. Мы не задаем адженду. Это не мы, кто здесь... То есть те решения, которые принимаются, это некая реакция на каких-то акторов, которые происходят вне нас. И в этом смысле то, что, ну, грубо говоря, возникают нанотехнологии, и в ответ вдруг возникают нанотехнологии здесь. У Обамы возникла brain initiative, и оказывается, у нас теперь есть своя brain initiative, которая абсолютно автохтонная, мы сами ее придумали. И это же идет все время таким образом. И в этом смысле скорее даже популяризаторы играют в те же ворота, потому что они скорее доносят вот эти новости отовсюду до людей здесь. А можно я вот немножечко, чуть-чуть скажу, буквально как представитель фонда, да, который выделяет средства. Никакая популяризация, конечно, не влияет на финансирование ученых. Но тут понятно, почему возникает такая путаница. Популярность какого-то медиапроекта, да, может влиять на финансирование конкретного медиапроекта кем-то, рекламодателями, да, фондами, которые занимаются поддержкой инфраструктурных каких-то информационных проектов, да. Но когда любой фонд, будь то РНФ, РФФИ, МИИ, еще кто-то принимает решение о финансировании именно исследования какого-то разработки и так далее, экспертиза производится совершенно иначе, абсолютно как бы никакая популяризация в расчет не берется вообще. Так что будьте спокойны в этом смысле. То есть пиар-делы в университетах и институтах не нужны. Их нужно закрыть, потому что это просто трата денег говорить, слышу я ваши слова. Нет, не мои. А Константин верно заметил, что в России любые решения о финансировании принимаются без относительно общественного мнения и голосования и так далее. Поэтому, да, уж точно популяризация и деньги у нас не связаны, можно ослабиться. Я прямо хочу попросить кого-нибудь в завершение сказать что-нибудь чуть-чуть более позитивное. Есть? У меня есть. Спасибо. 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 Я понимаю, что во всей стране у нас популяризация не связана ни с какими-то особыми выгодами для научного сообщества, но у меня связана. У меня были случаи, когда именно мои занятия популяризации принесли мне выгоды, экспертную оценку в гранте, потому что моё имя было известно. В другой области у меня был междисциплинарный грант. Ну, это мелкие примеры. Я понимаю, что во всей стране они погоду не сделают. Но они всё-таки есть. И я знаю, что не только у меня. А второе, что я хотела бы сказать в завершение. То, что, я думаю, вы все знаете и помните, но просто здесь не касались, хотя там лекция социолога у нас сегодня была. При социологических опросах 70% опросов заявляют, что они верят учёным или науке. И 70%, частично перекрывающихся с первыми, заявляют, что они доверяют церкви. Всем остальным институтам в обществе доверяют меньше, в том числе журналистам. Им доверяют существенно меньше. Но при этом и телевизору доверяют меньше, но все смотрят телевизор. И совсем не все слушают учёных, даже там где-то доступно. И поэтому, мне кажется, здесь есть вот просто некий такой разрыв в обществе. Не только у нас вопрос не соврёшь, не расскажешь, но и там вопрос доверяют одним, а слушают совершенно других. Наверное, пришло время сказать. Спасибо. Светлану, спасибо. Сказать, что наука устроена сложно, общество устроено, чёрт возьми, даже ещё сложнее. И организовать взаимодействие одного с другим вот так вот сходу непонятно как. Но все присутствующие здесь, и спасибо все собравшиеся здесь, так или иначе вносят какой-то вклад в это из-за того, что мы слушаем друг друга и понимаем, стараемся понять, что говорят другие, какие-то альтернативные точки зрения. Ну, может быть, ситуация не безнадёжна, и мы будем и, собственно, продолжаем двигаться вперёд. Спасибо. Спасибо.